В семье Дмитрия долгожданное пополнение. Счастливый отец забрал жену с ребенком из роддома, но в квартире их ожидали неприятности. Почти на неделю местные остались без воды. 35 жары, не в туалет, ничего, а уже прошло три дня, грубо говоря, и целые тазики стирки, пеленок, распашонок и так далее. Воду на проспекте Шевченко 13А отключили из-за многотысячного долга. Оказалось, здесь безвозмездно пользуются услугой более трех лет. Местные уверяют, готовы добросовестно оплачивать платежки. Каким-то образом с нас за газ, за электричество берут, без проблем, никто не ругается, долги не растут, мы все плавно платим за вывоз мусора, даже за то же СДПТ. Жители хотят заключить индивидуальные договоры с инфоксводоканалом. Долги погасить готовы, но препятствует этому простая бюрократия. Мы общежитие неприватизированные, это государственное, потому что приватизировать мы тоже не имеем права, так как нет документов, паспорта нет. Несколько лет назад ведомственный дом с неполным пакетом документов передали на баланс города. За свой счет местные поставили счетчик на воду и заменили трубы. Счетчик установили, но вопрос, как бы, додавить, чтобы дозаключить договора, не дозаключили. Я сейчас не могу 100% сказать, но какие-то из этих пунктов были не доведены до конца. И, в принципе, я так понимаю, что пока вода была, особо этот вопрос никто не подталкивал. В «Инвокс-водоканале» в свою очередь отмечают, готовы принимать участие в решении проблемы, ведь сами несут убытки. Предлагают свои варианты. Мы готовы в дальнейшем предоставлять все необходимые консультации. Если будет необходимость в создании рабочей группы, мы можем принять участие, потому что мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы все договорные отношения были оформлены надлежащим образом. Ну а пока жители дома ожидают создания комиссии, чтобы разрешить многолетнюю проблему, возникла очередная угроза. В 30-градусную жару люди снова могут остаться без воды.